Прямо сейчас поведу о том рассказ, как московский «Спартак» Константина Ивановича Бескова в Кубке УЕФА стал самым настоящим кошмаром для Англии, чему свидетели лондонский «Арсенал» 1982 и «Астонвилла» Бирмингем 1983. Как и кем добывались те славные виктории и вообще про «Спартаковских» героев тех незабываемых футбольных спектаклей. Поехали! Когда на первом этапе Кубка УЕФА 1982-83 годов слепой жребий выбрал соперники московскому «Спартаку» лондонский «Арсенал», многие заранее похоронили народную команду России еще до выхода на поле. Ход событий московского матча, казалось, подтверждал самые плохие прогнозы скептиков. К 28-й минуте лондонские канониры после шедевра Стюарта Робсона в девятку и удара головой Ли Чепмена после подачи все того же Робсона уверенно повели 2-0. Казалось, дело полный швах. Смотрел тот матч 14 сентября 1982 года по центральному телевидению. И вместе со зрителями на стадионе в Лужниках, а их было 68500, поразился смене «Спартаковского» настроения после второго пропущенного гола. Парни Бескова не запаниковали, а наоборот, создавалось впечатление, что пропущенные голы сняли с сих ног оковы оцепенения перед европейскими авторитетами. Атака на ворота Арсенала осталось сменяться следующей атакующей волной, и вот уже Сергей Швецов любезно воспользовался рикошетом от соперника и сократил счет до перерыва. Во втором тайме полное доминирование «Спартака», который буквально затоптал канониров в Лужниковский газон. Особенно выделялся Юрий Гаврилов, который сначала четко реализовал пенальти за снос Сергея Родионова Штрафной Арсенала. А его гол за две минуты до финального свистка после паса Владимира Сочного был воспринят на ура. Волевые 3-2, преимущества хоть и минимальные, но вот поверьте, была уверенность, что если «Спартак» сыграет так же смело и в гостях, то пройдет дальше. И прошел. Как точно подметил на послематчевой пресс-конференции Константин Бесков, «Арсенал» не ожидал, что на чужом поле «Спартаковцы» предложат ему атакующий вариант, который и принесет удивительную победу. Дело не только в том, что «Спартак» выиграл с таким преимуществом. Игроки выступили достойными представителями советского футбола, продемонстрировав великолепную технику, сыгранность, настоящий спортивный дух и волю к победе. Статистика говорит сама за себя. К 71-й минуте «Спартак» побеждал 4-0. И только после голов «Швецова», «Черенкова», Родионова и «Шавло», «Спартаковцы» расслабились, получили гол в ответ после грубой ошибки Досаева, снова забили Гесс, постарался, и 5-2 в итоге. 50 тысяч зрителей на стадионе «Арсенал» сначала были в шоке, но потом стали сопровождать аплодисментами каждое удачное действие советской команды на поле. Дальше цитирую корреспондента телеграфного агентства Советского Союза ТАСС Виктора Музалева, который сделал репортаж специально для еженедельника футбол-хоккей. Цитирую. На следующий день лондонские газеты поместили отчеты о встрече под заголовками «Арсенал разгромлен спартаковскими форвардами высшего класса». Урок «Арсеналу». «Арсенал поставлен на колени». Газета «Гардиан» написала, что «Арсенал получил хороший урок, как надо играть в настоящий тотальный футбол от богатого талантами московского «Спартака». Русские удостоились оваций многочисленных удивленных поклонников футбола, указывает Дели Телеграф. Все лондонские газеты единодушно отмечают великолепную игру нападающих «Спартака», «Гаврилова», «Черенкова» и «Родионова», напористость которых напоминала лучших представителей команды «Динамо» в первые-послеевоенные годы, с большим успехом игравшего на английских полях. Они указывают, что гостям удалось быстро перехватить инициативу и заставить «Арсенал» играть по своему сценарию. «Русские были заслуженно вознаграждены многотысячной аудиторией зрителей за яркий коллективный наступательный футбол», — подчеркнул в своем отчете о встрече спортивный обозреватель газеты «Гардиан». И вот кто ковал ту славную «Спартаковскую» викторию. Ренат Досаев, Владимир Сочнов, Владимир Щербак, Борис Позняков, Олег Романцев, капитан, Сергей Шавло, Сергей Швецов, Эдгар Гесс , Юрий Гаврилов, Федор Черенков, Сергей Родионов, это в Москве. В Лондоне на последние 10 минут вышли голкипер Алексей Прудников и Евгений Кузнецов. Жаль, что этого матча советские любители футбола так и не увидели. Какие-то там непонятки по договору о трансляции с английской стороной вышли. Но как проходила игра, мы, советские болельщики, знали. По-моему, комментатор Владимир Маслаченко в тот футбольный Еврокубковый вечер по центральному телевидению рассказывал о ходе поединка, двигая фишки на зеленой доске за своей спиной. Хоть такая радость была. Через год, в 1-16 финала Кубка УЕФА, Спартаку выпало сражаться с другим английским клубом Астон Виллой из Бирмингема, которая в 1982 выиграла Кубок европейских чемпионов. Почти 50 тысяч зрителей на московском стадионе Динамо стали свидетелями классного футбола двух команд европейского класса. Англичане постоянно вели в счете, спартаковцы отыгрывались. Основные события развернулись после перерыва. Гости повели после ошибки Досаева, но очень быстро Гаврилов счет сравнял. Этот бывший московский Динамовец, которого переманил Спартак Бесков в 1977 году, стал очень важной фигурой в команде Константина Ивановича, можно сказать даже ключевой. Игрой руководил, голы важные забивал. И это именно Юрий Гаврилов после шедевра в исполнении Марка Уолтерса ворота Спартака, там в девятку дальнюю, взял на себя ответственность пробить пенальти на последней минуте матча. Гаврилов не сплоховал 2-2. Мы тот матч смотрели вместе с отцом и очень переживали по ходу поединка за спартаковцев. Свои же, как-никак, советские. Да и играла народная команда России, как ее тогда упрямо называли бывшие спартаковцы журналисты, очень даже неплохо. Так вот, я, памятуя прошлогоднюю спартаковскую викторию в Лондоне после домашней минимальной победы, с уверенностью сказал бате, Спартак выиграет у Астонвиллы, того, что в гостях краще выступает, особенно с английцами. Так оно и вышло. Правда, начало в Бирмингеме было хуже не придумаешь, так как уже на первой минуте Астонвилла повела. Но в тот памятный вечер 2 ноября 1983 года Спартак было не остановить. Стремительные атаки, часто в одно касание, на большой скорости завораживали. Удары по воротам, когда голкипер Найджел Спинг работал в поте лица. Англичане тоже классно комбинировали. Матч смотрелся на одном дыхании. Гол Феди Черенкова на первой минуте второго тайма, как лучик надежды на удачный исход противостояния, который с уходящим временем матч оттускнел все больше и больше. Но Спартак упрямо нагнул свою линию в поисках успеха возле чужих ворот. И когда Черенков на 89-й минуте вонзил мяч в сетку ворота Астонвиллы, счастливее меня не было на свете человека. «Гол!» – закричал во все горло, вызвав бурное недовольство разбуженных родителей. Ведь договаривались, что буду смотреть футбол в их комнате тише воды ниже травы с еле слышным звуком. На следующий день, когда пришел со школы, в моей с братом комнате стоял телевизор, который батя собрал из нескольких аппаратов, которые ему, чинящему телеку по всему селу, люди сносили для запчастей. Так что спасибо Черенкову за то, что забил тогда Астонвилле. «Спартак», кстати, дальше пройдет Спарту Роттердам с Луи Ван Галем, который не забьет пенальти Досаеву в Тбилиси и впервые в истории советского футбола пробьется в четвертьфинал Кубка УЕФА. А вот кто ковал ту незабываемую победу Спартаку. Ренат Досаев – капитан, Владимир Сочнов, Борис Позняков, Сергей Базулев, Александр Бубнов, Евгений Кузнецов, Валерий Гладилин, Геннадий Морозов, Юрий Гаврилов, Федор Черенков, Сергей Родионов. Сравните составы с крошившими «Арсенал». Видим новые лица. Сергей Базулев пришел из «Динамо» Киров. Вернули из четырехлетней каратовской ссылки Валерия Гладилина. Но главным приобретением Спартака был Александр Бубнов, бывший московский динамовец, которому по протекции Бескова летом 1983 года Федерация Футбола СССР скостила дисквалификацию в несколько лет, что подтверждает большие связи спартаковского тренера на самых верхах советского футбола. Вообще-то «Спартак» Москва комплектовался со всего СССР. Более подробно видео на моем канале Футбол Саун под названием «Динамо-Киев-Спартак. Кто круче, комплектация». Возвращаюсь к «Спартаку», который стал самым настоящим кошмаром Англии. Именно эти две победы над «Арсеналом» и «Астонвиллой» подняли международный престиж «Спартака» на небывалый для этого клуба «Уровень». И котировалась команда Бескова в Европе ничуть не хуже киевского «Динамо» Лобановского. Правда, выше двух четвертьфиналов Кубка Чемпионов 1980-81 и Кубка UEFA 1983-84 «Спартак» Бескова не поднимался. В отличие от красно-белых Олега Романцева, эти парни становились как грозой Италии, так и ужасом Англии, о чем и поведу дальше речь в своих материалах. С вами был Саныч, до новых встреч!